здорово всем дорогие друзья это будет очень грустное печальное видео о том как я заколдил сам себя сам себя ну то есть не кто-то меня заколдил там не не тёлка там не еще кто-то а как я своими собственными руками заколдил сам себя в общем дорогие друзья случилось это буквально 10 минут назад а может 15-20 в общем неважно я сходил магазин нового в общем как всегда и ну в принципе ничего не предвещало беды там я шел все было нормально яну пошел за молоком за молоком вот но хотел купить вот две пачки вот таких вот такого молока то есть она у меня устраивает там под нас соотношение цена качество там вся хуйня это самый дешевый в общем захожу в магазин вся хуйня и этот магазин с кассами самообслуживание то есть я как социофоб я всегда стараюсь ходить в магазин с кассами самообслуживание но они как правило намного дороже чем обычный магазин то есть естественно если есть какие-то плюсы то есть и минусы вот так чтобы там магазин был и дешевый и с кассами самообслуживание но такого нигде не встречал ну то есть вот эти ну кассы им же нужно как минимум окупать там ну в общем несут то важно в общем дорогие друзья беру я две упаковки такого молока ну то есть в таких вот знаете как назвать в андонах в аддонах то есть потому что опять же это самое дешевое там я нищие нигде не работаю в общем беру две-три упаковки они лежат холодильнике то есть они скользкие то есть беру и кто-то гибли упаковки вот видите они так влажные беру в руки вот так направляюсь кассе и неожиданно случается полнейший пиздец то есть один пакет вываливается у меня из рук ну падает на полу то есть там и он то есть он порвался нахуй вообще так то есть полилось все на пол нахуй хотя в принципе такого не ожидал то есть я думал что если вот таким они падают они никак там не порвутся то есть видимо шоу там очень слабым то есть и в общем это все но он падает на землю естественно я охуеваю но первая мысль у меня бы была все много пизда там то есть насмотревшись видео вот эти знаете но различных видео там супермаркетов там где охранники там чуть ли не начинают пиздить вот людей за такое я сразу ну приготовился то есть я стал стойку а то есть ну принять так бля не опознанный удар ну по его от охранника за это ну на удивление они ничего подобного не было то есть я как чек ну особо не разбирающихся в законах я чисто отдаленно слышал что если ты там нечаянно что-то разъебал то ты не обязан за это платить но естественно с другой стороны законы все мы знаем что почти никогда нигде не работает ну то есть и вот я был готов что меня мало ну то что там заставят платить мне на мне еще там в мусарные заявления напишут хотя я естественно выронил вот не специально и чисто так шоу типа жанлировать кими пакетами но долбоёк вот в общем вот я стою так там стала ну кассирша напротив этой кассы самослуживания естественно я ну поднимают этот пакет а ну кассирша кстати охуенно ну тебя там лет ну 20 я так ну понимаю показывай как все течет она естественно охуевает мы она смотрит на меня я смотрю на нее мы оба не понимаем что же делать дальше я но тоже это но я никогда не оказывался в такой ситуации они не знают что мне там нужно с охранником на пизде там всех либо же нет либо же мы просто но пройти так мимо еще даже но переступить так символично или даже наступить на вот это ну поверженный но разъебанный но пакет с молоком ну я естественно вот ну походим ко мне охранник я спрашиваю меня а что делать ну типа никто мне не отвечает то есть никто там на меня и не набрасывается с кулаками как видосов вот этих различных но никто не говорит мне что делать дальше то есть я иду за вторым пакетом то есть минут нужно было два не естественно я на разъебал значит мне нужно еще один возвращаюсь вот этой кассе и ну уже сам подхожу к охраннику опять же с их стороны был по полнейший игнор меня ну то есть никто мне ничего не горит то есть должен я оплачивать вот это или нет в итоге он подхожу к охраннику говорю вот я оплачу там за три ну то есть за два нормальных из-за вот это что но разъебал он мне ну так ну то есть он меня фактически ну кинул головой да в итоге вот я оплатил этих три пакета и уже как взял чек охранник меня ритм типа а ты не обязан ну типа был ну внутри не обязан оплатить в итоге походит еще кассирша еще говорит там ну типа ну ты не обязан было оплатить в итоге у меня на пиздец такое настроение после этого сразу становится то есть я понимаю 6 сам себя закуколдил на упаковку вот она стоит к слову 25 грин 25 грин то есть для меня нигде не работающий человека это огромные деньги то есть я ну понимаю что магазин бы там от этой упаковки не как бы там не обанкротился ему принципе ну похуй его там списали все а для меня это оказался огромный удар по моему бюджет он так сказать и мы в итоге ну пиздец ну такое хуевое состояние что ну проебал чисто деньги чисто деньги то есть многие там напишут бля да учи закон дай дай сам прекрасно но он понимал что этом не обязан был заплатить ну вот что-то ну как-то бля стало жалко ну то ли магазин ну то ли вот эту уборщицу которая это все будет убирать то есть литр молока там лужа была пиздец на ровная в общем факт остается фактом полничную пиздец то есть ну как говорится бля не найдешь не проживешь но моем случае найбал лишь сам себя закуколдил в итоге ну я и шел домой чисто с опущенным ебалом естественно с плохим настроением что это случилось не поправимая но потеря видит 25 гривен то есть я опять же иду я мыслях представлять да и я бы мог купить 3 упаковки а в итоге одну покупку чисто ну проебал ну естественно если я не проебал я я при не купил но знаете вот это чувство там упущенной выгоды ну как-то ну тиль ну дизмораль вся хуйня в общем вот такой ну пиздец случился больно обидно но что он поделать но такова жизнь в общем было такое видео если вам понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до встречи в новых видео